Здравствуйте! Ревнюк Варя, 21 год, ГИТИС, 3 курс, мастерская Валерия Гаркалина. Я начала свой творческий путь с участия в бродвейском мюзикле «Звуки музыки» режиссер Евгений Писарев. Целый год я отыграла в Московском дворце молодежи на сцене со взрослыми артистами перед 2000-м залом в сопровождении огромного оркестра. И это событие помогло мне понять, чем я хочу заниматься в своей жизни. Затем я провела счастливые 6 лет, играя в детском музыкальном театре юного актера под руководством Александра Федорова, где я играла в драматических и музыкальных спектаклях. А затем я поступила в ГИТИС. В ГИТИСе я играю в трех спектаклях, среди которых «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, режиссер Алексей Курганов, где я играю проститутку, нищую и Люси Браун. Для этого спектакля я научилась играть на саксофоне, а также играю в нем на фортепиано. Спектакль «Фантазия» на основе репертуара французского шансона «Наше кафе» режиссера Алины Гударева и спектакль «Дом на границе в открытом море» режиссера Валерия Каркалин, где я играю барабанщицу и старую служанку. Я снималась в таких фильмах, как «Я остаюсь» Карена Аганисяна, в скетч-коме на СТС «Осторожны дети», в художественном фильме «Дюймовочка» режиссер Леонид Нечаев и в сериале «Между нами девочками» в эпизоде с Валерием Гаркалином. Также я пою, пою всю жизнь, танцую степ, свободно владею английским языком, играю на фортепиано, играю на саксофоне и на мелодике. Я очень сильно хочу сниматься во вдохновляющих фильмах про сильных личностей. Такими фильмами для меня являются «Маленькие женщины», «Ла-ла-ленд», «Влюбись в меня, если осмелишься», сериал «Оттепель», «Стиляги», «Жизнь в розовом цвете», «Коко-де-Шанель», «Одержимость» и многие другие фильмы. Также я мечтаю сниматься в историческом кино. Спасибо.